Накануне Дня строителя мэр Новосибирска Анатолий Локоть побывал на площадке строительства жилого комплекса Тайгинский парк в Калининском районе. Еще полтора года назад здесь была промышленная территория, которая длительное время была не востребована. В пределах ближайших четырех лет застройщик группы компаний КПД Гастрой намерена возвести здесь 160 тысяч квадратных метров жилья для 6 тысяч новоселов. Мы находимся на территории, такая особенная территория, местность, потому что развитие Калининского района на этой территории началось активно в 70-е годы. И всегда здесь были особые решения, передовые на тот момент. И сегодня вот эта традиция, она не потеряна, она развивается. Мы посмотрели с вами проект микрорайона, который нацелен на будущее. Работы на площадке жилого комплекса Тайгинский парк с парком, набережной и озером стартовали осенью 2021 года. Застройщик группы компаний КПД Гастрой планирует вручить ключи от квартиры жителям Первого дома уже в начале следующего года на 6 месяцев раньше срока. Всего в Тайгинском парке появится 10 домов комфорт-класса. Городу вместе с застройщиками, которые работают в этом районе Новосибирска, нужно решить задачи транспортной доступности и обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Это реконструкция дороги по улице Тайгинская. Я дал поручение с тем, чтобы мы прорабатывали решения, которые нужно будет принимать для того, чтобы это делать. А также и строительство социальных объектов. Детские сады, школа неизбежно понадобится. Одним словом, Калининский район развивается, перспективы хорошие, большие. Все вопросы, касающиеся социальных проблем, мы решаем вместе. Я бы хотел поблагодарить руководство города за неоценимую помощь. Нам шли на встречу, мы обсуждали перспективы социальных объектов, транспортной структуры. И мы готовы со своей стороны участвовать в этих процессах, как и раньше. Мы имеем уже такую практику совместных работ. Несколько гектаров будущего жилого комплекса займет парковое пространство с набережной у озера. Благоустройство парка начнется уже осенью 2022 года. Сейчас выполнена подготовка, вертикальная планировка территории парка. Здесь будет посажено несколько десятков видов растений. Ели, сирень, яблони, клёны, березы, ясени, тополя, а также цветущий мавританский газон и злаковые культуры. Конечно, это незакрытая зона. Здесь будут пешеходные дорожки, здесь будет бульвар, которым будут пользоваться и жители микрорайона Снегири, и родники, и жители нашего микрорайона. Зона отдыха будет предоставлена всем жителям без каких-либо ограничений. Концепция жилого комплекса разработана в архитектурном бюро из Санкт-Петербурга «Ален». В Тагинском парке будет реализовано несколько необычных для Новосибирска решений. Жилой комплекс – это проект реновации промышленной территории. Дом номер один по генплану строят в архитектурных традициях северной столицы с закрытым внутренним двором и сквозными подъездами. В первых двух домах Тагинского парка предусмотрено более ста планировок. Квартиры с террасами, с окнами в ванных комнатах, большими угловыми окнами, четырехкомнатные и пятикомнатные. Сам жилой квартал будет пересекать широкий пешеходный бульвар. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова